Здравствуйте! Перед нами уникальный автомобиль, который в свое время собрал огромное количество наград в области дизайна и безопасности. В США этот автомобиль признали лучшим среди компактных универсалов. В Европе ему присуждали премию как самый безопасный автомобиль для молодежи. Также эта машина является, ну действительно, самой-самой безопасной в B-классе, потому что на краш-тесте он получил 5 звезд. Итак, перед нами Kia Soul 2013 года выпуска рестайлинговой. Кстати, вы часто в комментариях просите говорить цены на машины, которые попадают в наши видеоролики. Мы цены не скрываем, но называть их не будем, потому что по прошествии какого-то времени цена может измениться, а тот, кто смотрит этот ролик, может подумать, что цена дорогая. Ну а если вы действительно заинтересованы, хотите приобрести эту машину, то под этим видео мы оставим ссылочку, перейдя по которой вы сможете найти наш сайт, найти эту машину и посмотреть актуальную стоимость. Именно благодаря дизайну эта машина в свое время собрала большое количество наград в области дизайна. И действительно, внешность у Soul достаточно узнаваемая, оригинальная, чего только стоят передние фары, расположенные в два этажа. Вообще машина достаточно компактная, длина ее 4 метра 12 сантиметров. Это чуть больше, чем у таких машин, как Honda Fit, к примеру, Toyota Yaris, да, совсем чуть-чуть побольше. Но при этом смотрится она гораздо больше, потому что она достаточно высокая. Высота 1,7 метра с копейками. Плюс ко всему, почему эта машина очень популярна. Короткие свесы спереди и сзади и увеличенный дорожный просвет. Это как раз таки то, чего не хватает автовладельцам в условиях российской эксплуатации. Обратите внимание на дорожный просвет. Вообще, по нижней точке, около 164 миллиметров, это чуть больше, чем у обычных седанов. Для примера, тот же Kia Rio будет, конечно же, ниже и свесы будут длиннее. И также я хотел бы обратить ваше внимание на пороги, потому что они располагаются тоже выше, чем у обычных седанов. Соответственно, повредить машину шансов гораздо меньше. Но, к сожалению, здесь не бывает полного привода. Это единственный недостаток этого автомобиля, который, кстати, не всем-то и нужен. Когда открываешь капот, у этого автомобиля складывается ощущение, что здесь что-то не так или чего-то не хватает. На самом деле, все здесь на своих местах. Двигатель здесь 1,6 литра. Это рядная бензиновая четверка мощностью 129 лошадиных сил. Так как линия капота достаточно высокая, то кажется, что движок утоплен очень сильно вниз. Ну, на самом деле, все здесь в стандартном виде располагается. Почему так сделано? Потому что на других рынках, к примеру, в США, здесь мог устанавливаться более объемный, более мощный двигатель. К примеру, 2 литра в США это была норма. Мотор этот называется G4FC, сам по себе достаточно надежный и, как показывает практика, реально на нем отъездить более 300 тысяч километров и не ремонтировать. Если же вдруг так случится, что он сломается, то на рынке контрактных запчастей его можно взять примерно за 60-70 тысяч рублей. ГРМ здесь цепной и достаточно надежный. Клапана нужно регулировать примерно раз в 90-95 тысяч километров пробега. Привод передний другого не дано, автомат здесь устанавливается только обычный, классический, не робот, не вариатор и у него 6 ступеней. Агрегат тоже сам по себе достаточно надежный, но вдруг, если выйдет из строя, то ценник будет примерно такой же, как и на движок. Когда смотришь на эту машину снаружи, кажется, что багажника нет абсолютно. Но на самом деле объем его 340 литров и это не так уж и мало для компактного маленького кроссовера. Ну а если сложить второй ряд сидений, он, кстати, складывается по частям, то получается 818 литров. Есть такая особенность, то что багажник здесь, так скажем, двухэтажный. В некоторых комплектациях шла полочка, в данном случае ее нет. Если сидение сложено, полочка лежит, то получается практически ровный пол в багажнике и можно возить что-то длинное и габаритное. Но если полочки нет, то места тоже очень много, даже больше и удобнее получается, потому что глубина на самом деле достаточно большая его. Под полом есть запаска и в нее же прячется весь необходимый инструмент, что очень удобно и не гремит на плохой дороге. Та же история со вторым рядом сидений. Может показаться, что здесь нет места. На самом деле, посмотрите, я сижу сейчас сам за собой. Даже во всех каталогах пишется, что в этой машине сделал огромный акцент на комфорт задних пассажиров. Места реально много. Мой рост 180 сантиметров, я ехал сюда сам за рулем и посмотрите, сколько здесь пространства. Плюс над головой места очень много. Реально классно сделано. В данном случае у нас салон тканевый. Ткань такая достаточно простая, бюджетная, но в то же время машине уже 7 лет, с ней все в порядке. И рисунок наверху сидений такой достаточно необычный. На самих дверях пластик и вставки. Это, конечно, не кожа, но что-то на нее похоже. Цвет белый, бежевый точнее. И выглядит достаточно богато. Хотя сами материалы, повторюсь, не очень дорогие. Между задними пассажирами на полу нет тоннеля. Соответственно, опять же, добавляется комфорт. И можно спокойно дотянуться до подстаканников, которые находятся между передними сидениями. Что тоже очень удобно и добавляет нам с вами комфорта на заднем ряду. Комплектация в данном случае достаточно богатая. Вообще, корейцы всегда радуют нас изобилием опций в своих машинах. И вот в данном случае интересная особенность. Ну, точнее, не особенность. Вот факт такой, что у этой машины вставки на дверях из материалов бежевого цвета и на передней панели тоже. По своей практике могу сказать, что вот такие машины почему-то пользуются большим спросом. То есть, когда появляется у нас в продаже вот именно такой автомобиль с белыми вставками, то его, можно сказать, разрывают. Когда обычный цвет панели, то спрос на него не такой высокий. А вообще, здесь есть абсолютно все, что может понадобиться современному автомобилисту. Подогрев передних сидений. Важные штуки, конечно же, это AUX и USB, климат-контроль, руль кожаный с кнопочками разными. Вот. Так как машина переднеприводная, и вы благодаря клиренсу можете позволить себе чуть больше, но все же машина переднеприводная, в помощь вам идет система стабилизации, противобуксовочная система, тоже очень важная вещь. Вообще же, в одном из наших роликов про Nissan Juke я говорил, что на такие машины пересаживаются чаще всего девушки с маленьких автомобилей, таких как Toyota Yaris и им подобных. И здесь, ну, есть абсолютно все, что и там у них было, и даже больше. Ну, и плюс машина высокая. Про дизайн кузова я уже сказал, что он достаточно необычный. И в салоне, в принципе, все то же самое, чего только стоит передняя панель посередине, которая очень сильно выделяется вперед. И на ней есть вообще, к тому же, дополнительные динамики, что в теории может дать нам неплохое звучание аудиосистемы. Итак, что мы имеем? Kia Soul 2013 года выпуска, рестайлинговый двигатель 1,6 литра, бензиновый, 129 лошадок, передний привод и автомат. А теперь едем кататься. Учитывая, что эта машина не очень тяжелая, около тонны 250, плюс-минус она весит, ехать должна, ну, относительно неплохо, так скажем, приемлемо, это в теории. Вообще, по паспорту разгон до сотни 11,5 секунд, это, конечно, не очень хорошие показатели, но не забываем о том, что эта машина не покупается для того, чтобы зажигать на драгрейсинге. Чаще всего этот автомобиль покупают девушки и женщины, которые пересаживаются сюда с менее мощных, компактных хэтчбэков или седанов. На удивление, у этой машины достаточно комфортная подвеска, напомню, что автомобиль относительно короткий, но при этом стыки асфальта, небольшие ямки, подвеска проглатывает вообще идеально. Это стало для меня действительно неожиданностью. Обзорность, я бы сказал, великолепная, потому что сидишь ты все равно выше, чем на обычной легковушке, на обычном седане. Стойки достаточно вертикально, передние располагаются, зеркала большие, в общем, видно очень хорошо, видно вообще все, что происходит вокруг. Автомобиль, конечно же, не относится к премиум классу, поэтому шумоизоляция здесь на уровне среднем или даже похуже. Двигатель слышно вообще отлично, чуть больше оборотов и салон наполняется его звучанием. Покрышки здесь сейчас стоят всесезонные, то есть резина мягче, чем обычная летняя, но все равно шум из арок тоже отлично доносится в салон. Ну, так скажем, это привычная ситуация для машин подобного класса и удивляться здесь нечему. Динамика для города приемлемая, мы спокойно двигаемся со скоростью потока, обороты при этом порой поднимаются до 3000, ну, не так уж и много для автоматической коробки передач, если бы был вариатор, оборотов было бы, конечно, поменьше и поэкономичнее машина была, но что имеем, то имеем. Вот, в общем, вот для обычной езды по городу вполне хватает. Сейчас найдем участок посвободнее и попробуем подинамичнее разогнаться. Ну, а перед этим хотел бы сказать про конкурентов. Конкурентов, по большому счету, у этого автомобиля, ну, практически нет. Можно с натяжечкой сюда отнести такие машины, как Suzuki SX-4, только с передним приводом, потому что они бывают выдовы, и та же история с Nissan Juke. Suzuki SX-4 в среднем 2013 года стоит подешевле, ну, вот эти машины 2013 год в Новосибирске стоят от 600 до 700 тысяч, Suzuki SX-4 тысяч на 50, на 70 подешевле, чем Soul, и Juke стоят примерно так же, как и Kia Soul. У всех есть свои плюсы и минусы, но у этой машины, что можно выделить однозначно, это достаточно свежий, современный дизайн, в отличие от того же Suzuki, да, который давно уже производится и уже снят, как эта машина с производства. Отличная обзорность, и очень важно, что здесь стоит шестиступенчатый автомат. К примеру, на том же Suzuki четырехступенчатый, и машина, ну, вообще как бы туповатая и жрет много, вот. А у Juke, в сравнении с этой машиной, совсем отсутствует, ну, практически отсутствует багажник, и на заднем ряду места гораздо меньше. Вот, даем газу, обороты поднимаются до 6000 оборотов. Ну, вы знаете, на самом деле-то едет машина неплохо. Я даже сказал бы, что неожиданно неплохо. Естественно, на скоростях, стоя выше на трассе, и вам нужно будет заранее выбирать место и время для маневра. Но вот так вот с двумя людьми в салоне машина едет на удивление прекрасно. Итак, друзья, этот автомобиль вы можете приобрести в автосалоне RDM Import в Новосибирске на улице Фрунзу 61, дробь 2. Мы работаем для вас без выходных. Рекомендую вам подписаться на наш канал, заходите в наш инстаграм и переходите на наш официальный сайт. Ну, а на этом все. Всем спасибо за внимание и пока!